шами капур был безумно влюблен матхубалу он просто преследовал ее однако матхубале шами был не нужен молот зелен и неопытен неопытен в кино она оборвала все влюбленные приставания шами самым насмешливым образом именно отношения матхубалы лишила шами храбрости в начале его любви гите боли шами долго вздыхал украдкой но тут ему улыбнулась счастье это по-доброму отнеслась к молодому новичку дети наоборот импонировала то что шами смотрит на нее восхищенными глазами и как бы поднимает на пьедестал но хита вначале не предполагала никакого серьезного продолжения этих отношений она все воспринимала как обычный болливудский роман и неудивительно ведь у гиты были любовники до шами тем не менее любовь шами капура оказалась настолько сильной что он заразил ею и гиту это была самая влюбленная пара 50-х после смерти гиты шами капур сильно горевал но потом он заимел бурную любовную связь с мумтаз поговаривали что шами даже хотел на ней жениться однако женщины семьи капур бросали работу и карьеру после свадьбы случае с мумтаз шами хотел чтобы она тоже оставила актерскую кинокарьеру мумтаз была к этому не готова с гитой боли шами на этом уже не настаивал в результате роман сошел на нет у хим и малине были романы еще до санжива кумара был роман и санживом который был оборван по желанию хим и рассорившись с анживом кумаром хима начала встречаться с женатым тхармендры но для разнообразия завела еще и любовь же тендры тхармендра не отступал уговаривал хему и в конце концов уговорил раки гульзар которая не раз в кино сыграла маму метхуна была необыкновенно красиво к ней сваталась множество женихов раки была выдана замуж 13 лет это был брак по договоренности так решили ее родители тем не менее красота не помогла раки найти счастье ее муж бенгальский журналист и режиссер аджай без вас вел довольно беспорядочный образ жизни и женившись не собирался меняться для юной жены было шоком разгульное поведение людей из кино не знаю до замужества ничего не о любви не о браке ракхи вначале испугалась потом растерялась а потом раки развелась с бисфасом когда и было всего 15 лет но именно циничный опыт приобретенный ею в первом браке послужил причиной ее неудач в личной жизни река призналась в интервью что вкусила плотскую любовь 12 лет у нее помимо известного романа самита бачаном были отношения с раджем бабаром и санжаем датом винодом мехрой любимая сестренка и метху нам чакраборти причем своих романах и река устраивала что-то вроде соревнования с югиты бали дамы отбивали друг у друга любовников чуть ли не хвастались у кого их больше парвин баби долго встречалась с махешем хатом и между делом имела роман и самита бачаном дэнни дэн зонкой фирозом ханом и опять метху нам чакраборти шатрухан синха три года встречался с актрисой риной рой их отношения продолжались даже после помолвки шатрухана с нынешней женой после женить бы шатру они ненадолго прекратили встречаться но вскоре после свадьбы старый роман возобновился еще на два года когда жирина поняла что шатрухан никогда не оставит жену она окончательно разорвалась с ним отношения кстати удивительное сходство рины и дочери шатрухана санакши не дает покоя многим поговаривают что она сона их внебрачная дочь раджендра кумар был участником ни одного любовного романа 60-х его сын кумар гаурав продолжил отцовскую традицию он был помолвлен с дочерью раджа капура но папы вдруг поссорились не поделили интересы и разорвали помолвку из-за разногласий в сумме приданного позже кумар гаурав влюбился свою партнершу по фильму виджаэту пандит но и тут его отец был против этого брака в итоге кумар женился на дочери сунила и наргиз намрате дат да еще кумар гаурав завел интрижку с мандакими причем рассказывал об этом направо и налево венот хана довольно долго встречался с амрит и синг дело шло к браку пока венот не застукал любимую с другим с кем имена фигурируют разные даже имя метхуна затесалось в этом списке сани диол сын тхармендры был так долго в любовной связи с димплукопади что их отношения стали чуть ли не официально принятыми бобби диол пять лет встречался с нилам он бросил ее ради пуджи пхат причем пуджи еще и обижалась на то что нилам обозвала ее дешевкой однако из пуджи бобби встречался недолго около двух лет пуджа пхат свою очередь в одном из интервью сказала что они с амиром ханом любят друг друга но потом отказался от своих слов заявив что и неправильно процитировали в одном из своих интервью к винда разоткровенничался и сказал что любил нилам и хотел на ней жениться он также признал что был очень привязан к санале бендри агшай кумар бросил свою подругу известную на тот момент модель и актрису пуджу батру еще в начале девяностых затем он четыре года встречался с раввиной тандан но изменил есть рекой потом у него закрутился роман шелпой шети но и ей он изменил с твинкл ханой сушмита сэн имела близкие отношения с анжаем датом санжаем капуром векрамом хатом и рандипом худой все кроме рандипа были женатыми агшай кхана недолго встречался с айшвари рай прежде чем она начала встречаться с салманом ханом также у капуров была идея выдать коришму капур замуж за акшай кхану но что-то не срослось одним из первых парней айшвари рай в индустрии был модель раджив молчан дани на тот момент он встречался с маниши кайралой именно из-за него между маниши айшвари возникла неприязнь потом айшвари рай перекинулась на салмана хана а немного позже встречалась веком а бероем сарик а была любовницей камала хасана после того как сарик а случайно забеременела его жена вани ганапати устроила настоящий скандал и вынесла грязные похождения мужа на публику но сарик а была непреклонна и родила дочь шрути потом у камала был еще один роман с красавицей симран настоящее время он живет с актрисой гаутами но жениться не хочет амитаб бачан имеет сплетни о том что у него а не у его сына пхишека был роман с айшвари рай именно амитабку пришла в голову отличная мысль женить своего сына на айшвари и дочь у айши от папы а не от сына потому что пхишеку по-прежнему нравится не женщины а совсем наоборот такие слухи ходили наглухо женатый отец семейства шарукана завел таки роман с приемкой чопры и младший сын шарукана абрам у него от приемки вернее взяли яйцеклетку приемки чопры которую перед этим самым естественным образом оплодотворил шарукан и подсадили суррогатной матери потому что приемка не хотела ходить беременной а женой с гаури шарукан уже давно живет как брат с сестрой доказательством является то что шахов абрам не похож на остальных его детей и более европейского типа подписывайтесь на канал болливуд и вы будете в курсе всех новостей а также узнаете все подробности личной жизни звезд